Всем привет! Меня зовут Инна. Добро пожаловать на канал интернет-магазина парфюмерии и косметики Рандеву. Сегодня у нас на обзоре вот такой аромабокс номер 3, топ-8 ароматов для нее. Кстати, на сайте интернет-магазина Рандеву огромное множество разных аромабоксов. Они собраны по тематикам и по брендам. И что очень приятно, ассортимент аромабоксов постоянно пополняется и появляются какие-то новинки. Что представляет из себя аромабокс? Аромабокс это подарочный набор, в котором 8 миниатюр по 1,5 мл. Аромабокс номер 3, топ-8 ароматов для нее, по сути, включает в себя 8 самых популярных женских ароматов. И за время их существования, и за то, насколько их полюбили женщины, по сути, эти ароматы можно назвать классическими. Это классика нашего времени. Первый аромат, который есть в аромабоксе, о котором пойдет речь в этом обзоре, это Дольче Габбана Императрица. Я знаю, как многие любят этот парфюм. Если говорить о моем отношении к Императрице, то, пожалуй, у нас немного не сложилось. Не потому, что этот парфюм мне не нравится, а потому, что, наверное, лет 5-6 назад просто буквально у каждой второй девушки была Императрица. Каждая вторая девушка хотела чувствовать себя Императрицей. И я тогда была перенасыщена этим парфюмом и поняла, что это не мое, и я не хочу видеть этот аромат в своей коллекции. Но, пожалуй, не буду умалять его достоинства. И, пожалуй, я понимаю, за что этот аромат нравится многим женщинам. Этот аромат на тему сочных фруктов. Здесь арбуз, здесь киви, кислинка, ревеня. Но это не банальный компот, потому что фрукты в этом аромате разбавляются какой-то невероятной ноткой морозного воздуха. И для меня это фрукты на морозе или кувшин, большой кувшин лимонада со льдом. Также, помимо фруктов, в этом аромате я чувствую акварельный акцент цветов. Очень бодрый, сочный, игривый аромат. Аромат хорошего настроения, он идеально подходит на летний сезон. Бум сочных кисленьких фруктов и хорошее настроение обеспечено. Следующий аромат, который есть в аромабоксе, это Шанель Шанс. Сдержанный, колкий, характерный. Так, в трех словах я бы охарактеризовала этот аромат. Белые цветы в сочетании с перцем и колкие фирменные почули. Кстати говоря, вот эти колкие фирменные почули, это база, это ДНК, которая ощущается во всех шансах от Шанель. В моей коллекции есть Шанель Шанс О'Фрэш. Классического шанса нет, но я была бы не прочь им обзавестись. Для меня лично это очень характерный аромат. Аромат со стержнем, и он у меня ассоциируется с такой статной, сильной женщиной, которая знает себе цену. Следующий парфюм, который есть в аромабоксе, это Ланвин Эклад. Аромат, с которым я тоже знакома очень давно, и для меня он всегда ассоциировался с картиной художника, которая нарисована акварельными красками. Он такой акварельный, полупрозрачный, очень нежный, очень воздушный. Это аромат на тему сиреней, и помимо сиреней я чувствую в этом аромате талую воду. И для меня это небольшой диссонанс, потому что вроде как аромат ассоциируется с ранней весной, талая вода, первые цветы, и вроде, казалось бы, при чем здесь сирень. Но представим такую картину, что сирень распустилась не поздней весной, а ранней весной. Вот именно так пахнет Эклад от Ланвин. Следующий аромат, который есть в аромабоксе, это Нарцисса Родригес Фохиом в концентрации парфюмерная вода. Это очень кремовый, телесный аромат, аромат на тему тонко звучащей розы и белого мускуса. Именно белого, светлого мускуса, который направляет звучание этого аромата именно в чистоту. Да, это своеобразный аромат чистоты. Может быть слегка мыльный. У меня он ассоциируется с чистотой, с чистой кожей, с кашемировым свитером, потому что по звучанию он слегка пушистый, очень женственный, обволакивающий. Тонкий аромат чистоты и ухоженности. Следующий парфюм, который есть в аромабоксе, это Versace Bright Crystal. Аромат весеннего настроения, легкая цветочная композиция. Это аромат на тему пионов, и я бы сказала, что это леденящий пион. Пион, опять же вода, цветущие сады, и помимо этого кислинка фруктов и ягод. Из фруктов цитрусы. И также лично я чувствую табак, который не заявлен в пирамиде. Аромата нет в моей коллекции, но я также с ним прекрасно знакома. Следующий парфюм, который есть в аромабоксе, это супер милый, супер девчачий, супер позитивный аромат. Красное яблочко от Нины Ричи. Нина Ричи, Нина. Для меня это аромат на тему яблоков карамели. Представьте парк развлечений, красивое яблоко в карамели с приятной кислинкой. Вот по настроению это очень позитивный, очень девичий, милый аромат. Аромат про первое свидание. Он немного наивный. Первое чувство, первая влюбленность. Вся вот эта атмосфера прекрасная есть в этом парфюме. Для меня он именно юный. Подойдет больше для юных девушек. Но, наверное, просто когда хочется поднять себе настроение, также можно носить этот парфюм. Следующий парфюм, который есть в аромабоксе, это единственный парфюм из всего аромабокса, который есть в моей коллекции. Это Монгерлен в концентрации парфюмерная вода. Для меня это квинтэссенция женственности во флаконе. Пожалуй, чуть ли не самый женственный аромат, который я только знаю. Аромат про ваниль и лаванду. Идеальное соотношение ванили и лаванды с перевесом в сторону ванили. Но, наверное, именно из-за этого, из-за того, что в этом аромате больше ванили, он и получается таким женственным. Сухая ваниль, сухая лаванда, приятная женственная летящая композиция, которая у меня ассоциируется с весной, с летящим платьем, с женственностью и нежностью. Последний парфюм, который есть в аромабоксе, это Лакоста парфюм в концентрации парфюмерная вода. Универсальный, классический, чистый и деликатный аромат. Я бы сказала, что это идеальный офисный парфюм, потому что он базовый, потому что он корректный, не кричащий. Парфюм, который не будет мешать ни вам, ни окружающим. Он у меня тоже, как и Нарцисса Родригес Фо Хио, ассоциируется с чистотой, с белой рубашкой. Это парфюм про цветы, про мягкую замшу и легкую перчинку. Аромат база. Очень приятный, женственный, классический и повседневный. И на этом все. Это был обзор аромабокса номер 3, топ 8 ароматов для нее. Пишите в комментариях, с какими из этих ароматов вы знакомы, что вам нравится, что не нравится. Это действительно очень популярные ароматы, но я знаю, что нравятся они не всем. Рассказывайте, что из этого списка нравится вам. Не забывайте подписываться на канал интернет-магазина Рандеву и на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.